В 2016 году автономная некоммерческая организация Евразийская интеграция намерена ускорить темпу строительства социальных объектов, возводимых в Приднестровье. Об этом заявил учредитель ОНО, депутат Госдумы России Алексей Журавлев. Подробности в следующем сюжете. Российский парламентарий провел итоговый объезд площадок, на которых в рамках программы гуманитарной помощи автономная некоммерческая организация Евразийской интеграции строит в Приднестровье социально значимые объекты. В течение года республика получила в дар пять новых детских садов – в Бендерах, Рыбнице, Селе Суклея и два в Террасполе. Около пяти тысяч детей получили возможность посещать дошкольные учреждения. Практически полностью решена проблема очередей. В Террасполе построен бетонный завод, а для Приднестровского государственного университета возведено новое здание медицинского факультета. Здравствуйте. Здравствуйте. Здание не просто сдано в эксплуатацию. В разгаре учебный процесс. Для качественного обучения подготовлено всё – от наглядных пособий до лабораторного оборудования. Это абсолютно нормальная современная лаборатория для биохимии и фармацевтической химии. Здание медицинского факультета предполагает не только учебный корпус, но и диагностический центр. В перспективе при необходимости на его базе можно будет осуществлять и фундаментальные научно-медицинские исследования. Мы получили достаточно серьёзный блок электрофизиологического оборудования, необходимый для прохождения циклов физиологии человека и патологической физиологии. И достаточно серьёзный комплект лабораторного оборудования для научной лаборатории, в которой будут работать и студенты в качестве прохождения практики, научно-исследовательской работы студентов и, конечно же, кафедральные сотрудники. Дело в том, что наука на факультете у нас всегда поддерживалась на максимально возможном уровне при том материальном обеспечении, которое у нас было. Вот сейчас мы просто надеемся на то, что оборудование, которое мы получили, позволит выйти, скажем так, на более серьёзный уровень. Представители автономной некоммерческой организации Евразийской интеграции оценили и работы, проходящие в соседнем от медицинского факультета здании. Это корпус химиотерапии. Строительство ведётся интенсивно. Сейчас возводятся стены. Мы посмотрели и Бандеры, то есть посмотрели центр матери и ребёнка, естественно. Также перинатальный центр. Сейчас будем проводить работу, как усиливать и убыстрять это строительство. Это особо сложный объект, но он не столько сложный технологически, сколько сложен с точки зрения привлечения подрядных организаций. Также это школа в Ташлыке. Я думаю, что в ближайшее время дети зайдут уже в Рыбницкий детский сад и уже практически готов корпус туб-диспансера. Полностью там идёт отладка и настройка оборудования. Строительство сопряжено с рядом трудностей, отметил Алексей Журавлёв. Средства, выделенные на возведение социально значимых объектов в Приднестровье, в связи с падением курса российского рубля, уменьшились в два раза. С другой стороны, подрядчики зачастую ведут себя недобросовестно. Некоторые из них пытаются это вообще перевести в политическую или общественную плоскость, скрывая собственные недостатки. Некоторые получают десятки миллионов авансов, не отрабатывают их, пытаются просто скрыться и, более того, писать письма в разные инстанции, что они обижены, им ещё и за что-то не платят. Сталкиваемся и с обычным саботажем. В данном случае на Приднестровском государственном университете, корпус медицинского факультета, нам пришлось менять существенное количество кабеля, потому что он был просто вырезан определёнными кусками в определённых местах. Это случайности быть не может, это очевидный саботаж. Мероприятия, которые необходимо предпринять для решения возникающих проблем, а также новые механизмы взаимодействия, учредитель ОНО обсудил сегодня на расширенном совещании с представителями фирм-подрядчиков. Деньги это не наши, деньги, ребята, не ваши, деньги бюджета Российской Федерации. И они должны быть все до копейки учтены, и они должны быть исключительно рационально использованы. Поэтому расценки будут такими, которые мы изначально определяли. И, соответственно, мы обязаны достроить все объекты, которые взяли на себя. Алексей Журавлёв заверил, что несмотря на все сложности, строительство будет продолжено, и все 14 объектов в рамках евразийской интеграции будут сданы в эксплуатацию.